Второй подвиг Геракла – Лернейская гидра Второй подвиг, совершенный Гераклом по велению царя Еврисфея, завершился убийством Лернейской гидры – чудовища, порожденного Тифоном и Ехидной, и воспитанного враждебной Гераклу богиней Герой. Город Лерна располагался на берегу моря, близ Аргоса. В соседних с ним рощах находились святилища богини Афины, изваяния Деметры, Диониса, Афродиты. В Лерне совершались тайные ночные обряды в честь Деметра и Диониса, который спускался в этом месте – в подземное царство Аида. Это плодородное святое место стало опустошать Гидра, которая устроила себе логово под Платаном у Семи ключей и рыскала по бездонному Лернейскому болоту. У Гидры было огромное собачье туловище и восемь или девять змеиных голов, одна из которых была бессмертна. Она была столь ядовита, что одно её дыхание и даже запах её следов могли уничтожить всё живое. Геракл отправился на подвиг со своим возницем Иолаем. Богиня Афина указал ему обиталище Гидры. По совету Афины он заставил её покинуть лого, упуская из лука горящие стрелы, а когда ему удалось ухватить чудовище, он задержал дыхание. Однако Гидра обвилась вокруг его ног, стремясь свалить его. Напрасно Геракл бил дубиной по головам Гидры. Стоило ему раскроить одну голову, как на её месте вырастали две, а то и три новые. На помощь Гидре из болота выпал с огромный рак и вцепился Гераклу в ступню. Но герой в ярости растоптал его и призвал на помощь Иолая. Иолай поджёг часть близней рощи, а затем, чтобы у Гидры не вырастали новые головы, стал прижигать горящими головнями безглавленные шеи. Тогда Геракл отрубил мечом бессмертную голову Гидры, которая частично была золотой, и всё ещё шипящую закопал её в землю, навалив сверху огромную скалу. Туловище он разрубил на куски и погрузил свои стрелы в смертоносную желчь Гидры. Отныне даже небольшая рана, причинённая такой стрелой, становилась смертельной. Ненавистница Геракла Гера поместила у битвы и мрака среди двенадцати знаков зодиака. Царь же Еврисфей стал утверждать, что этот подвиг совершён Гераклом не по правилам, поскольку ему помогал Иолай, таская головни.